С 1 января так называемые альтернативщики тоже будут платить за отопление общих мест пользования. Раньше за тепло в подъездах платили только те жильцы, которые на центральном отоплении. Теперь же в квитанциях появилась специальная отдельная строка. Вместе с правами отапливать себя на свой вкус, так называемые альтернативщики получили обязанности платить за отопление общедомовых площадей. В народе новую строку прозвали отоплением подъездов. Но это не коммунальная услуга, как у абонентов централизованного отопления, а мера к содержанию жилья. Не дешевая. Ни на одном доме не совпадает количество общих площадей, количество альтернативщиков, поэтому на каждый дом будет разная стоимость. Ну, это от где-то 7 рублей до 12 рублей за квадратный метр. В Примтеплоэнерго охотно дают разъяснение. Да, теперь отопление подъездов – ноша для всех. Нет, верные Примтепло потребители не будут платить за дядю, даже если нет нужных приборов учета. Если в доме есть жилые и нежилые помещения на альтернативном теплоснабжении, то плата для обыкновенных потребителей становится меньше нормативной. Это можно будет просчитать. В квитанции за февраль месяц будут внесены изменения, где будет указана площадь именно на индивидуальных источниках отопления. В январе этой площади нет, но квитанцию немножко в феврале видоизменим, чтобы каждый уже потребитель мог просчитать, какую долю, какую сумму он оплачивает. При отсутствии приборов учета расчеты будут произведены по соотношению общих и личных площадей. Идея такова, что каждый квадратный метр дома должен быть оплачен, а каждый житель должен заплатить. В управляющих компаниях вал обращений за установкой общедомовых приборов учета. Экономии, ну по нашим уже вот таким вот замерам, где-то в порядке, ну 30% они дают экономии. Альтернативщики с самой идеей платить за общие места согласны, деваться некуда, но в первый же месяц стали вылазить нюансы. Например, льготник с централизованным отоплением получит компенсацию и за отопление подъезда тоже. А льготник-альтернативщик, видимо, нет, ведь это отдельная строка. Извините, надо всем компенсировать льготникам. Вот мне ни в отделе соцзащиты на данный вопрос не ответили, ни по телефону горячей линии, я ответ не получила. Остро стоит вопрос с отрезанными в подъездах радиаторами. Есть они или нет, платить придется. Об этом прямо говорит соответствующий пункт в постановлении правительства. Все претензии на возмещение расходов выставлять в управляющую компанию и ТСЖ. Яна Романюк, Евгения Заварзина, Екатерина Грицун, Панорама. Яна Романюк, Евгения Заварзина, Екатерина Грицун, Панорама.